12 классов и преподавание на украинском языке. Новый закон об образовании вступил в силу. Самый резонанс на его статье педагогам сегодня разъяснял президент. Пункт о языке, по его словам, полностью соответствует европейским практикам. Но чтобы избежать недопонимания со стороны партнеров из ЕС, закон отправили в Совет Европы и Венецианскую комиссию. Если будут замечания, их учтут в новой редакции документа, пообещал Петр Порошенко. И добавил, что усилить роль украинского языка в образовании просто необходимо. Про что тут дискутировать? Людина, которая закинчивает украинскую школу, должна уметь говорить украинской мовой. И, конечно, у меня прошло и к вам, дорогие и шановые вчители, чтобы престиж мовы вы увеличили не только на уроках, но и в общении с детьми на перерывах, в выховном процессе. И чтобы дети видели, что украинская мова для вас – это не сухая норма закону, а живый способ повседневного общения. В поддержку нового закона выступили общественные активисты в Черновцах. Шествиями по улицам решили не ограничиваться, отправились прямиком к румынскому консульству. Чего требовали, узнаем от Ольги Поломарюк. Такого количества пикетирующих сотрудники консульства Румынии в Черновцах, пожалуй, еще не видели. Общественники и военнослужащие пришли поддержать закон об образовании, ведь румынские чиновники назвали его неконституционным и ущемляющим права нацменьшинств. Своё требование – не вмешиваться во внутреннюю политику Украины и не расшатывать ситуацию активисты передают в консульство. Документ регистрируют и отдают обратно. Общественники возмущены заявлениями румынских чиновников. Но пока одни митингуют, другие уже готовятся к нововведениям. Остриская школа румыноязычная. Все предметы здесь преподают на румынском языке. Неудивительно, что менять учебные планы, наработанные годами, хотят далеко не все учителя. Некоторые уже и жалобы успели написать. Директор обещает ситуацию исправить. Конечно, есть много меркований, много стурбованности среди ученых, родителей, учеников. Конечно, что больше идет общение и дома, и так далее, родной мовой, поэтому сложнее им знать украинскую мову. Еще есть год до вступа в действие полностью в закон о просвете. Потом еще четыре уроки в початковых классах. Я думаю, что до того часа учители будут готовы. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.